Одной из главных площадок для проведения диктанта победы стал филиал Ранхикс во Владимире. Сюда пришли несколько десятков человек. Студенты и активисты общественных организаций решили проверить свои знания о событиях военных лет. Всего диктант писали в более чем 40 странах. К участникам акции по видеосвязи обратился председатель Российского исторического общества. Она призвана напомнить о подвиге советского народа, утвердить ценности мира и справедливости, воспитать бережное отношение к объединяющему нас наследию Великой Победы. В диктанте победы два варианта, по 25 вопросов в каждом. Время на ответы ограничено, всего 45 минут. Некоторые вопросы были связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной. Акция проходила четвертый год подряд, но в этот раз эмоции от нее особенные, подчеркнул глава региона. В этом году ценности этой акции мы чувствуем вдвойне, втройне, многократно острее, потому что те события, которые проходят сейчас на Украине, на Донбассе, в мире в целом, что происходит, как мы видим, как развивается давление на нашу страну, заставляет нас снова и снова перечитывать те страницы истории, которые написаны в те далекие годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. После завершения акции Сергей Нарышкин и Александр Авдеев посетили Суздаль, где возложили цветы к могиле князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре. По мнению председателя Российского исторического общества, Владимирская область имеет большой потенциал для историко-просветительской работы и организации познавательного туризма. Яркая и богатая часть истории России. И вообще можно сказать, что здесь, во Владимиро-Исуздальской земле, можно искать и находить все больше и больше истоков нашей и государственной традиции, политической традиции, культурной традиции. Во время своего визита в наш регион Сергей Нарышкин вместе с вереогубернатора побывал в Государственном архиве. Гости отметили, что его богатейшие фонды нужно сберечь для будущих поколений, а условия хранения уникальных документов необходимо улучшить. Мы многое обсудили, как мы можем сохранить и объекты культурного наследия, и объекты наследия в виде документов исторических, архивных, и решить проблему строительства нового архивного здания. Надеюсь, что в ближайшие месяцы, несколько лет мы эту проблему решим. Это тоже будет вкладом в сохранение нашей истории. Глава региона подчеркнул, Владимирская история неразрывно связана с историей России. И именно в ней нужно искать основы для укрепления духа и единства людей. Поэтому так важно сохранять то, что досталось нам в наследство от наших предков. Татьяна Гордеева и Игорь Липский.